Всем привет! Это четвертый урок по исполнительному черепашки на языке Луа. Сегодня мы нарисуем с вами в цикле, пользуясь циклом for, нарисуем спираль, нарисуем звезду, нарисуем окружность, поэкспериментируем немножко, потом изучим новый цикл пока, пишется он wild, сравним его с тем циклом, который мы знаем, цикл for, и попробуем написать свои функции с параметрами. Так, ну, задание первое. Нарисуем спираль. Подумайте, как можно нарисовать спираль в цикле. Давайте поизучаем. Ну, здесь уже готовое решение, поэтому видно, наверное, что наша спираль состоит из каких-то отрезочков. Вот они в конце длинные отрезки, а потихонечку, 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 к самому началу они становятся маленькими. То есть, ну, черепашка начинает отсюда, как бы отрезок маленький-маленький-маленький, и вот мы, наконец, уже начинаем видеть, что отрезки увеличиваются. Так, ну, давайте попробуем. Попробуем запустить нашу черепашку. Делаем цикл. Так, ну, вы помните, первая строчка всегда у нас, когда мы исполнители черепашка. Подключаем. Require Turtle. Следующая строчка Show. Показать черепашку, чтобы мы ее видели. В принципе, это не важно. И толщина пера черепашки. Пера ручки ее. Как линия, какой будет толщиной рисоваться, чтобы было более видно. Так, Wait в конце, скобка-скобка, это чтобы окошко, где черепашка нарисовалась, чтобы оно не закрывалось само, чтобы мы могли увидеть результат. Так, чего нам не хватает? Цикла не хватает. For. И, ну, давайте, например, от 1 до 100. Пусть будет 100 у нас повторов. Повторять будем движения черепашки. Так. Ну, давайте запустим. Может быть, что-то уже получится. Нет, вот я вижу, что черепашка... Давайте шажок сделаем. Два у черепашки. Нет, видно, что черепашка делает несколько кругов. Никакой спирали тут не видно. Значит, мы должны что-то сделать. Что сделать? Давайте сделаем так. Что черепашка будет 100 раз повторять вот эти две команды, двигаясь вперед на количество шагов, которые находятся у нас в I. Но так как мы используем цикл, цикл for, он для нас в переменной I, которую он создает сам, увеличивает значение этой переменной. Что на первом шагу в переменной I будет 1, на втором повторе переменной I уже будет 2, и так далее, пока в I не будет 100. Значит, на последнем повторе в переменной I будет 100. Значит, последняя команда, которую мы отдадим нашей черепашке, это будет двигайся вперед на 100 и повернись на 5. Давайте посмотрим. Так, ну вот уже похоже на спираль. Давайте сделаем поворот на больший угол, чтобы она сильнее поворачивалась. Ну вот, получился результат наш. Давайте не будем терять время. Идем дальше. Так, давайте нарисуем пятиконечную звезду. Тут подсказка. Но не подсказка, откуда начинает рисовать наша черепашка. Вы помните, что наша черепашка на луа, она всегда смотрит мордочкой вправо. Итак, смотрим, сколько нужно движений сделать нашей черепашке для рисования. Движемся сначала вправо один раз, потом поворачиваемся лицом, мы сюда смотрим, да, вправо. Поворачиваемся, поворачиваемся лицом, чтобы смотреть вот сюда. Повернулись, делаем еще один шаг, потом повернулись, делаем еще один шаг, еще, еще. Ну, вы все, наверное, знаете, что так рисуется пятиконечная звезда, не отрывая ручки от листочка бумаги, с помощью пятью отрезков. Так, ну вот у меня здесь задание написано, длина каждого отрезка 200. Так, будем считать, что мы не видели этого решения. Так, я сохраняю файл, как спираль. Теперь сделаю себе заготовку следующего. Сейчас мы рисуем звезда. Я вам советую всегда, если у вас что-то интересное получилось, всегда советую это сохранять в новый файл, точнее, результат файл, и начинать заново. В данном случае у меня осталась заготовка, чтобы я не терял время. Итак, когда мы рисуем звезду, мы помним, что мы всего пять отрезков должны нарисовать. Поэтому в цикле мы оставляем пять повторов. От единички до пяти. Так, двигаемся вперед, поворачиваемся на угол. Ну, угол, я помню, что он больше 90, где-то там, не знаю, 120, например. Двигаться мы будем на длину нашего ребра. Например, ребро 200. Давайте. Можно было сразу, конечно, сюда 200 вписать. Ну, пусть у меня будет ребро вот так. Так, звезда, и посмотрим, получится. Нет, что-то у меня не получилось. Ага, угол 120, у нас получается равносторонний треугольник. Нужно еще сильнее угол делать. Давайте 144. Ну, уже похоже на звезду, но видно, что звезда немножко... Нужно еще сильнее поворачивать. Ну, можно включить... Помните, я вам рассказывал про живое программирование. И вот теперь можно аккуратненько подобрать угол. Так. Так, я проскакиваю. Ну, по-моему, 144 должно быть здесь. Проверяем. Отлично, звезда получилась. Все сохранено. Можно двигаться дальше. Да, решение похоже. Только, видите, я добавил переменную, в которую сохранил ребро. Если я теперь нашей переменной изменю значение, например, 100 поставлю, то, видите, наша звезда стала меньше. Давайте попробуем 10. Ну, вообще, маленькая, что мы ее не видим. Ну, отлично. Так. Какое дальше задание? Нарисовать окружность. Угу. Ну, подсказка сразу у нас есть. Шаг будет делать черепашка длиной единичка. Один черепаший шаг. Сколько нужно шагов? Ну, давайте поэкспериментируем. Сейчас сохраним наш файл. Звезда у нас уже сохранена. А я сохраняю для нового. Круг. Подождите, это не круг, у нас окружность. Окружность. Так. Ну, пусть будет 50 шагов. Никаких. Давайте я тоже шаг сделаю единичка. Вот шаг. Понимаете, да, что происходит? Переменный шаг единичка, поэтому двигаться будет у нас... Ладно. Обойдемся, ребята. Так, 50 шагов, поворот. Поворот мы пока не знаем на сколько. Ну, например, на 10. Давайте запустим, посмотрим. Нашу окружность. Ну, видно, что окружность есть. Так, 10 шагов по 10. Что-то не то. Нам сказано. Один шаг. И должна получиться окружность. Ага. В задании не указан диаметр, но видно, что окружность должна быть побольше. Ладно. Давайте 300 шагов. Поворачиваем на один угол вперед. Ну, все ясно. Помните, что у нас... Здесь 360 градусов. Если наша черепашка развернется на 360 градусов, то она окажется мордочкой в ту же сторону, в которой она была до начала поворота. Так. Ну, тогда, наверное, 360. Так как у вас в школе еще нет геометрии, поэтому никто вас не ругает. Вы можете экспериментировать. Давайте попробуем, например, увеличим шаг. Мне вот сейчас... Задачу мы решили, как вы поняли уже. Ну, я теперь смотрю, что получается. Ага. Если мы шаг делаем в ЭК, то из-за того, что мы поворачиваем всего на один угол, то мы всегда возвращаемся... Ой, на один градус, то мы всегда возвращаемся в начало. Отлично. Просто наша окружность стала в два раза больше. Так. Что у нас дальше? Задание какое? Сколько надо шагов? Ну, 360 шагов. Мы уже выяснили. Да, вот такое решение у нас получилось. Нарисуйте две окружности. Так. Ну, и написано движение. Действительно, наша черепашка начинала отсюда и начинала двигаться сюда. Давайте посмотрим. А нужно нарисовать вот такую восьмерочку. Две окружности. Смотрим на наш код. Что же мы делали здесь? Мы говорили черепашке... 360 раз мы это повторяли в цикле FOR. Мы говорили нашей черепашке, иди вперед на один, повернись направо на один градус. Так. Ну, давайте внимательно посмотрим на наш рисунок. Это вот мы вправо поворачивали, да? Поворачивали, поворачивали, вернулись. А если мы скажем нашей черепашке, например, повернуть не вправо, а повернуть влево. Вот так. Что получится? Ага, понятно. Черепашка начала то же самое. Нарисовала окружность, но поворачивая налево. И вернулась в ту же точку. Это, кстати, здорово, что она вернулась в ту же точку. Поэтому мы можем просто повторить кусок нашего кода. Значит, мы старое решение оставляем, чтобы она нижний круг нарисовала окружность и верхний. Давайте посмотрим. Кстати, если бы мы создали двух черепашек, а в черепашке луа исполнительный, можно хоть 10 черепашек создавать. Ну все, отлично, мы решили. Так вот, можно было бы в одном цикле, вот в одном цикле for от 1 до 360, командовать сразу двумя черепашками. Это мы как-нибудь на следующих уроках разберем. Так, ну отлично. Да, мы все правильно решили. Отличие всего-навсего одно. Повторяем код для рисования окружности и просим нашу черепашку разворачиваться влево, а также вернется сюда. Так, давайте еще такой эксперимент проведем. Что будет, если я поставлю между рисованием двух наших кругов, попросим черепашку повернуться, например, на 30 градусов. Запускаем. Ну понятно. Перед рисованием второй окружности наша черепашка повернулась направо на 30 градусов и уже смотря лицом, мордочкой в эту сторону она нарисовала нашу нашу вторую окружность. С черепашкой все время интересно экспериментировать, смотреть, что же получится, если сделать то или другое. Так, ну хорошо. Мы дошли до цикла пока. Цикл формы только что с вами использовали. Цикл пока выглядит каким-то очень простым. Никаких переменных я не вижу. Итак, ключевое слово while переводится с английского как пока. Пока это условие истина. Например, пока переменная x больше нуля. делай вот эти вот команды. Команды, которые у нас находятся между do и end. Но здесь то же самое. Это тело цикла называется то, что находится между do и end. do это делай, end это конец. Значит, делай, пока не встречи конец. Значит, этот цикл будет у нас работать, 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 пока вот это условие возвращает истину. Давайте сравним наши два цикла. Слева у нас цикл for. Справа мы сделаем то же самое, что делает этот цикл for. Итак, я немножко освежаю вашу память. Как делаем цикл for? For – ключевое слово. Любое имя переменной придумываем здесь. Пусть это будет i. For i равно 1. Это означает, что начиная считать, чтобы в i у нас находилась единица. Запятая 10. Это значит, от единицы будет меняться значение в нашей переменной до 10. Если нам значение переменной не нужно, то это не важно. Просто мы будем знать, что тело нашего цикла, какая-то команда здесь, например, печать содержимовой, она повторится 10 раз. Можете у себя этот цикл в каком-нибудь пустом файле открыть, сделать, и у вас в консоли будут напечатаны числа от 1 до 10. Ну ладно, хорошо. Мы поняли. Простой цикл. Как же сделать цикл? То же самое, такую же задачу, распечатать числа от 1 до 10 с помощью цикла while пока. Видите, нам придется уже самому вручную самим создавать переменную. Объявлять. Объявляем переменную i, local i присвоить 1. Почему мы сюда 1 присваиваем? Потому что вот здесь мы начинали считать с единицы. Дальше условия. While. Пока i меньше или равно 10. Вот это условие у нас такое. Пока это условие истинное. Например, в i у нас единица. Это истина. В i у нас двойка истина. И пока это истина, мы будем исполнять эти команды. Даже когда у нас в i находится десятка. Например, вместо i подставляем сюда 10. 10 меньше или равно 10? Оно не меньше, но равно. Значит истина. Вот смотрим на наши команды. Они точно такие же, как в print. Но зачем мы поставили сюда i присвоить i плюс 1? Потому что мы должны на каждом повторе нашего цикла увеличивать значение в нашей переменной. Здесь, вот в этом цикле for, за нас язык луа все это делает. Где-то он дописывает невидимую команду i присвоить i плюс 1. Поэтому этот цикл такой лаконичный, удобный. Может быть, вы им будете пользоваться чаще, чем вот таким циклом. Ну и все. Вот в этом и отличие. И давайте перепишем. Вот у нас решение, как мы рисовали нашу окружность. С помощью цикла for. Давайте перепишем эту окружность с помощью цикла while. Открываем. Здесь у нас уже есть. Так, я сейчас. Окружность у нас уже сохранена была. Пишем окружность, но с помощью цикла while. Так, заготовка. Мы должны запустить и посмотрим. Да, цикл for нам все это рисует. Но цикл for нам не подходит. Мы должны все это заменить циклом while. Давайте посмотрим, как цикл while. Пишем сначала while, потом какое-то условие. Делай команду. Команды у нас остаются те же. Do, делай. А вот здесь мы должны условия. Так, ну сначала, нужно какое-то переменное, которое позволит нам отсчитать от 1 до 10. Не имея переменной, мы никак не сможем посчитать. Наша программа не будет знать. Счетчик мы создаем переменной, которая будет считать для нас. Local. Назовем ее s, например. Local s. Присвоить единицу. Считаем с первого. Пока s меньше. Меньше. Помните, сколько у нас черепашка должна сделать шажков? 360, да. Но если мы напишем вот так, меньше 360, то она сделает только 359 шажков. Когда у нас в s будет 360, этот цикл не будет выполняться. Он сразу перескочит вот сюда выполнение и будет запущена команда wait. Ждать. Будет ждать нашего нашего нажатия на крестик, чтобы мы закрыли. Итак, s меньше или равно 360. Запускаем. Вроде рисует. Так, погодите. Что-то я не понял. Черепашка рисует, 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 не останавливается. А почему она рисует и останавливается? Не останавливается. Давайте напечатаем наш i. Мы узнаем, что у нас так. Ребята, извините, не i, я же переменную назвал s. Давайте, что у нас в s? Высоединяем. Ага. У нас в s все время единичка. Мы его не увеличиваем. Поэтому s всегда у нас остается меньше или равно 360. Понятно. Поэтому он бесконечно будет крутиться. Помните, какую строчку я добавлял. Вот здесь у нас была подсказка, как сделать цикл формы. Мы должны обязательно наш счетчик в конце увеличивать. Ну, хорошо. Наш счетчик находится в перемене s. s присвоить s плюс 1. Что происходит в данном случае? В s у нас уже есть какое-то значение. Сначала вычисляется правая часть. Перед тем, как присвоить переменную какое-то значение, в s у нас уже есть единица. Единица плюс единица будет двойка. И двойка присвоится в s. Теперь следующий повтор нашего цикла доходим до сюда. В s у нас, как вы помните, в прошлый раз была двойка. 2 плюс 1 уже тройка. Вот здесь. Тройка присвоится в s. И так на каждом из повторений этого цикла s будет увеличиваться. Давайте посмотрим. Так, нарисовалась, завершила работу и s360 напечатать. Ну просто отлично. Так, давайте скорее переходить к следующему. Ага. Чтобы разобраться с циклом while, вам придется решить наверное самим несколько задачек. Сейчас мы пока перейдем к функции с параметрами. Функции мы с вами уже вызывали. Например, команды нашей черепашки. Посмотрите. печать. Вывод на экран. Видите, вывод вот этого числа print s. Это тоже какая-то функция. Движение черепашки вперед это тоже функция. Мы называем ее еще командой. Мы командуем черепашки move двигайся вперед на единичку. Командуем черепашки с помощью этой функции повернись направо на 1 градус. Так. И вот здесь тоже такая функция wait жди. Мы просим. а ну и эта функция и эта функция все функции мы сейчас попробуем написать нашу функцию так что у нас там давайте сначала разберем как повторяю как описывать функцию как определить функцию нашу мы должны в тексте нашей программы написать ключевое слово function дальше мы придумаем любое имя как мы передумаем любые имена для переменных скобочка открывающаяся круглая здесь если какие-то параметры мы хотим числовые или любые другие передавать нашу функцию мы здесь пишем параметры но никто не возбраняет просто вызвать нашу функцию без параметров описать function имя какое-то скобка скобка закрывающая и дальше там идут команды но сегодня мы попробуем функцию с параметром и поймем как это здорово когда мы можем передать какой-то параметр внутрь нашей функции команды идут ну команды это сколько угодно команд дальше если вы хотите чтобы ваша функция вернула какое-то значение вы должны использовать ключевое слово return return и здесь идет какое-то выражение но вот у меня здесь написано пара 1 плюс пара 2 тогда наша функция работает как сложение сложение двух чисел здесь можно было имя написать прибавь прибавь при вызове нашей функции с этим же именем кстати вот здесь у меня опечатка здесь буква f должна быть раз имя f значит когда мы вызываем нашу функцию мы должны обязательно написать точно так же имя как мы его задавали при определении функции и так если мы вызовем нашу функцию с каким-то числом 200 и с числом 100 то наша функция должна вернуть 300 потому что 200 приходит как аргумент в пар можете рассматривать этот пар как будто здесь внутри вашей функции кто-то для вас определил переменную local пар только в ней уже будет какое-то число которое мы передали функции при запуске и каждый раз когда мы запускаем эту функцию конечно же в эту переменную пар будет передаваться именно то число то значение которое мы передали при запуске а вот здесь мы видим например что вторым параметром мы здесь пытаемся передать не число а c плюс 1 что же произойдет перед тем как запустить эту функцию наш язык луа что сделает он вычислит результат у каждого выражения но здесь вычислять нечего 200 это 200 а c плюс 1 ну наш луа язык поищет переменную с названием c возьмет ее значение например у нас в этом в этом c было значение 99 вместо c подставится 99 и произойдет сложение так как мы здесь плюс написали 99 плюс 1 получится допустим 100 ну не допустим а точно 100 и уже с этими конкретными значениями будет вызвана наша наша функция конкретное значение будут переданы при запуске уже сюда в пар 1 у нас будет 200 а в парам 2 у нас будет не какой-то там c плюс а уже будет конкретное число 100 я вам сказал в примере значит 200 и 100 и у нас идет возвращение возвращение результата сюда значит подставляется 100 плюс 200 но перед тем как этот результат функция завершит свою работу результат вернет сумму этих чисел это выражение должно быть вычислено так что здесь все равно какой-то один результат должен получиться в данном случае число 200 плюс 100 получится 300 и наша функция вернет 300 ну как вы можете понимать мы нигде не выводим на экран здесь нет никакой команды print если мы хотим результат сложения вывести на экран мы должны здесь написать print круглая скобочка открывается дальше мы вызываем функцию с какими-то аргументами и закрываем круглую скобочку после этого да мы на экране увидим значение ну у меня здесь пример как можно вызывать эту функцию я вам уже много чего объяснил а здесь более может быть сложный пример вот смотрите функция у нас уже описана на предыдущем экране здесь определяем три переменные в этих переменных ничего нет local a b а в local c уже есть 20 число дальше мы пишем a присвоить что это значит что в эту пустую переменную мы сейчас какое-то число присвоим но это число мы откуда возьмем это число нам вычислить наша функция чтобы она нам вычислила это число мы передаем в нее какие-то значения 200 и c плюс 1 ну вы видите в переменной c у нас 20 значит сюда поставится 20 потом слог прибавится единица и у нас значит наша функция будет запущена с двумя аргументами 200 и 21 давайте посмотрим значит в нашей переменной ну это на самом деле называйте лучше сразу параметрами но чтобы можно было понять внутри нашей функции как будто бы появятся две переменные одна называется пар в ней будет уже 200 храниться так как вот видите вот здесь 200 мы подставим а здесь уже 21 вычислено в этом параме уже 21 200 плюс 21 получается 221 смотрим в а значит присвоится 221 ну и так далее а смотрите здесь уже более сложное выражение в б присвоить а ну вам вы помните 221 было плюс еще раз вызываем функцию но уже вот с такими параметрами 1 плюс 0 ну 1 плюс 0 наша функция вернет это единичка значит 21 плюс единичка а здесь мы подождите в а было 200 плюс да 221 плюс единица 222 значит здесь а здесь мы вычисляем в а у нас 221 плюс 2 ух я запутался но вы можете посчитать понятно что можно вызывать сколько угодно раз так ну и задача последняя на наш урок напишите функцию рисования звезды ну звезду мы уже писали сейчас я открою этот файл со звездой чтобы не писать и мы должны назвать нашу функцию звезда звезда и у нее будет параметр длина ну хорошо как можно нашу функцию звезды использовать давайте я сейчас открою звезда 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 вот она звезда чтобы время не тратить сразу сохраняю сохранить как save as звезда здесь допишу что это функция чтобы старый файлик тоже остался ну отлично так 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 давайте нашу функцию теперь опишем помните чтобы определить функцию нужно писать ключевое слово придумать для нее имя давайте звезд назовем ее звезда пусть будет в скобочках мы должны придумать название параметра так ну вот у меня уже что-то было ребро ребро так end у меня спрашивают а почему здесь два end это если у нас функция два а первый end видите тут даже видна линия он имеет отношение вот к этому ду к циклу for он как бы его закрывает а для ключевого слова function когда мы создаем функцию для нее свой end так что если мы например запустим без этого end программы наша ошибка ошибка аккумуляция в строке 12 написано мы ожидали слово end чтобы закрыть функцию которую вы пытаетесь описать в строке номер 5 вот ну да мы действительно все сделали так ну и что наверное все отлично будет работать я запустил а звезды нет почему потому что мы только определили функцию она лежит где-то в памяти нашей запущенной программе но не вызывается видите мы вызываем только одну команду чтобы вызвать функцию мы должны написать ее имя и скобка скобка хорошо попробуем вот так вызвать в чем ошибка может быть сразу видите запускаем да никакой звезды мы не видим мы видим нашу бедную сиротливую черепашку которая ничего не сделала а все дело в том что мы должны ей передать параметр например звезда 100 когда мы запускаем нашу функцию звезда с параметром 100 куда попадает попадает это число оно попадает в этот параметр видите мы его используем потом как переменную мы из него добываем значение из нашего ящичка так ну сейчас должна нарисоваться да маленькая звезда нарисовалась давайте теперь сделаем пусть звезда будет так звезда 1 50 100 200 300 это здорово смотрите мы один раз написали нашу звезду и мы можем ее теперь 5 раз 4 раза вызвать просто вызвав нашу функцию это очень 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 здорово так интересно значит мы нарисовали первую звезду размером 50 потом черепашка помните возвращается на то же место где она и была мордочка смотрит в ту же сторону поэтому начинаем рисовать следующую уже размером 100 вот она рисует вернулась а теперь вот эта звезда уже размером 200 а звезда размером 300 она немножко не влезла на наш экран отлично ну можно можно даже немножко побаловаться не побаловаться давайте еще один попробуем нашу звезду вызовем в цикле ну чтобы не писать как вот я сейчас так давайте цикл пять раз пусть она будет и просим после каждой после каждого рисования звезды чтобы наша черепашка немножко поворачивалась давайте например на 15 градусов посмотрим что у нас получится отлично черепашка нарисовала нашу звезду потом повернулась немножко давайте давайте живое программирование включу чтобы мы могли понаблюдать так во-первых я увеличу немножко количество звезд отлично прям окружность целая так давайте теперь уменьшим размер нашей звезды тоже отражается так пусть 12 размер побольше меня интересует вот этот вот угол поворота на что он влияет так делаем маленький угол единичка ага видите черепашка очень слабо поворачивается и поэтому кстати красивая звезда появилась напоминает логотип одной компьютерной фирмы увеличиваем ну все понятно так а вот с таким углом у нас уже даже черепашка нарисовала круг нашими звездами пошла дальше что нужно сделать чтобы наша черепашка рисовала спираль я думаю что нужно нашу черепашку попросить сделать небольшой шажок вперед спираль из наших звезд так ну тут мало заметно что 10 давайте например 30 после рисования нашей звезды повернуться тоже 30 мало заметно давайте 130 нет наверное я наверное я что-то не то делаю так давайте размер звезды 100 поворот сделаем поменьше например на 15 градусов 15 и двигаться будем увеличим уже не 121 посмотрим нет я дайте дайте мне понять почему у нас не получается спираль так вроде бы все хорошо мы повернулись сходили нашей черепашкой вперед давайте давайте сделаем вот как у нас же здесь есть и давайте как мы в спирали наши рисовали мы движение будем использовать вот все получилось мы взяли движение просим ее двигаться на количество шажков в первом проходе нашего цикла у нас и единичка значит черепашка сдвинулась всего на единицу ну отлично мне нравится эта картинка ее можно даже сохранить кстати как сохранять картинки вот если мы перед wait напишем например save давайте запустим так все остановилось здесь я не вижу этого файла здесь мы должны имя файла указать в какой записать звезда давайте запустим урок у нас уже закончен отлично вот уже появилась картинка звезда PNG так что эту картинку можно загрузить послать по телефону выложить в контакт так ну а следующий урок у нас будет про то как с помощью как черепашки можно помочь рисовать не с помощью черепашьей графики двигайся вперед и поверни с помощью самой настоящей графики как у нас рисуют серьезные программы и игры рисования по координатам на этом я заканчиваю урок по координатам по координатам